Кожные заболевания, как никакие другие, причиняют человеку большие страдания, ведь они еще и заметны визуально и список этих заболеваний очень широк, потому что кожа подвергается воздействиям как извне, так и изнутри организма. Как защитить наш защитный орган? Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Рауф Иктияров, врач-дерматовенеролог, заведующий отделением Самарского областного кожно-венерологического диспансера. Здравствуйте. Мы работаем в прямом эфире. Сразу напомню вам номер телефона 202-11-22. В студию можно позвонить, и доктор ответит на ваши вопросы. Лето закончилось. Могут ли врачи-дерматовенерологи вздохнуть спокойно, что все, дети вернулись, теперь никто ничем не будет болеть? Или наоборот, летом вы были спокойны, а вот с осени начинается какой-то всплеск? Ну, сказать то, что мы были летом спокойны, наверное, такого нет. Мы круглый год в состоянии, когда есть кожные заболевания, потому что разное время года актуальность разных кожных заболеваний меняется. В плане того, что летний период есть одни кожные заболевания, в другие времена года другие, более, скажем так, обостряются. Если говорить о том, что летом прошло, и дети вернулись из по кости, к сожалению, этого, скажем, нельзя так говорить, потому что лето кончилось, дети вернулись, все дети были кто-то в лагере, кто-то в деревне у бабушек, дедушкой. И, соответственно, получается то, что детей была возможность того, что соприкоснуться с природой, с животными. На этом фоне по возвращении детей мы часто сталкиваемся с тем, что дети с собой привозят не только отдых, хорошее настроение, да, но и в том числе, к сожалению, заразные кожные заболевания. Одним из таких заболеваний – это микроспория или более известный в народе как стригучий лишай. К сожалению, каждый год мы наблюдаем такую картину, что по возвращению такие пациенты попадают к нам, так как они уже осматриваются дома и появляются высыпания, и родители уже бегут к нам. И напомню, что заболевание в основном передается от животных, это в первую очередь кошки, собаки, у которых данное заболевание может протекать как бессимптомно в виде носительства, либо каким-либо, скажем, выпадением волос, так называемыми, проплешинами. И вот как раз-таки пора, так скажем так, сезон заразных кожных заболеваний, такой как стригучий лишай. А как проявляется, вот вы сказали, высыпание, да? Ну, проявляется в основном у детей или у взрослых. Это на коже, это пятна круглой формы, могут наблюдаться в виде колец, кольцо в кольце, либо в виде пятна по периферии, который отмечает возвышенности, шелушения на этих пятнах отмечаются. И самое, что характерное для этих пятен, они имеют четкую границу, четкую очерченность. Если идет поражение волосей с части головы, мы отмечаем то, что да, кроме как пятен, которые могут быть, но основной признак – это выпадение волос. Волосы выпадают очагами, четкими тоже границами, но здесь не только нужно понимать то, что выпадение волос, да, а волосы, так называемые, обломлены. Но вот от волосей с части головы, от кожи, на высоте где-то 2-4 миллиметра как раз-то волосы так обламываются. То есть не гладкая кожа, где выпала, а именно обломленные волосы. Но рост волос сохраняется на высоте где-то 2-3 миллиметра точно. А от человека к человеку передается это заболевание? К сожалению, да. Мы вот как раз-таки, почему мы активно ведем эту работу? Потому что пациент может заразиться от животных, но дальше пациент уже, получается, особенно дети, возвращается в социум. Это как раз-таки школа, детские сады, когда у них есть тесный контакт с другом в течение всего дня. И при контакте заразный человек может заразить как раз-таки здорового. И таким образом у нас оно, почему и считается социально значимым, потому что заразное заболевание. И мы, к сожалению, если такой пациент был уже с высыпаниями в школе, либо в детском саду, мы, соответственно, прибегаем, скажем, профилактическим мерам. Это, во-первых, мы осматриваем всех детей, с кем у него был контакт, выезжаем дважды. То есть посмотрели, где-то через 7-10 дней повторный осмотр. То есть может проявиться не сразу? Конечно, потому что инкубационный период от момента контакта до появления симптома где-то составляет где-то 2-3 недели. Поэтому как раз-таки мы смотрим повторно через 2 недели. То есть вот, возможно, летом бабушки, дедушки или в лагере где-то не заметили, дети приехали сейчас, и вот начинает это проявляться. Ну, а еще какие-то последствия летнего отдыха? Вот, например, купание в закрытых водоемах, где-то какие-то пруды в деревнях или что-то. Может ли это нести в себе какую-то опасность, которая проявится вот именно уже сейчас? Ну, скажем так, особенно часто вот заболевания, которые мы сталкиваемся, да, с такими, метод тоже относится к группе заболеваний, ну, заразных, таких как, например, вирусные бородавки. Дети, особенно если закрыты водоемы, околоводоемные пространства, когда дети ходят босиком, часто как раз-таки особенно характерны для детей. К сожалению, контакт как раз-таки, если кто-то в этой группе купающийся или кто-то посещал данное озеро, можно, да, конечно, заразиться данным вирусным заболеванием бородавки, что является как раз-таки частой причиной к нам обращения. Ну, вот. Ну, кроме этого, конечно, есть такие заболевания, как пиадермия, группа заболеваний, это заразно-кожное заболевание, которое вызывается бактериями, ну, как у нас в народе называют болезнь грязных рук, как часто, да, это как раз-таки гононичковые заболевания, которые тоже и относятся к группе заболеваний, к заразному. Поэтому это как раз-таки вот это самые те заболевания, которые очень характерны летний период, особенно для детей. Что сейчас может быть в связи с этим? Сразу посоветуем родителям, чему нужно срочно обучить своих детей. Ну, в первую очередь хочется посоветоваться родителям это в течение, если у вас ребенок вернулся с лагеря, либо из деревни, например, где отдыхал там у дедушек, бабушек, ближайшие 2-3 недели ежедневный осмотр ребенка. Почему? Потому что, может быть, он, контакт был у него накануне отъезда заразной кошкой, микроспорит той же самой, да, и она может проявиться в течение вот этих трех недель. И как раз-таки первые месяцы, почему мы рекомендуем первые два месяца особенно, потому что бывают такие случаи, когда такие пациенты не обращаются, например, к врачу, а посещают те же дошкольные учреждения, либо школу, и где происходит контакт как раз-таки детей между собой, которые могут заразить это как раз-таки эти. И вот ближайший вот так начало учебного года, мы как отмечаем, два месяца как раз-таки вот эти заболевания мы регистрируем, и выявляем, и вылечиваем. – Мытье рук может как-то вам помочь в этой ситуации? – Мытье рук, конечно, помогает во всем, скажем так, это личная гигиена, которую нужно соблюдать всем, особенно детям, скажем, которые… – Ведь часто ленятся, да. – Но, к сожалению, особенно дети там везде все трогают, когда особенно говорят, что это не трогают, то как? Но это ребенок, да, мы все были детьми, и нам все было интересно. Но, конечно, нужно детей приучить, что если каких-то там где-то ходил, гулял или трогал, то, естественно, нужно мыть руки, и желательно, конечно, с мылом, чтобы дезинфицировать как раз свои руки, и избегать как раз-таки заражения заразных кожных заболеваний или вирусных заболеваний. Это, конечно, это большое значение имеет. – Я думаю, что мы очень подробно с вами этот вопрос разъяснили, и заражений будет минимум хотя бы. – Надеемся. – Те, кто присоединились к нам не с начала программы для вас, сообщаю, что сегодня в нашей студии врач-дерматовенеролог Раул Фыхтияров. Мы говорим о заболеваниях кожи и, в первую очередь, о том, как нам до этих заболеваний не довести. Вот прочитала такую статистику, что в начале осени увеличивается количество обращений к врачу-микологу. И, ну вот, если учитывать, что сегодня известно около 400, наверное, различных грибковых заболеваний, которые могут быть патогены для человека, то, во-первых, почему сейчас актуализируется эта проблема? И вообще, как нам в этих 400 видах грибков выжить? – Ну да, вы правильно сказали. Их действительно родов грибов большое количество, там 400 и даже и более. Но грибковые заболевания, конечно, к сожалению, на сегодняшний день очень актуальны. Грибы поражают не только кожу, к сожалению, но в большинстве случаев также есть поражение ногтевых пластинок, что как раз-таки более трудоемкое влечение. А если говорить, почему вот как раз-таки осень количество обращается, и в большем, ну, к сожалению, летний период, о чем я и говорил, то, что вот посещение различных пляжей, водоемов, тех же самых различных бассейнов, которые на открытом воздухе у нас сейчас в последнее время стали популярными там. Вот. И как раз-таки несоблюдение тех же самых элементарных правил личной гигиены, ношения как раз-таки сланцев, либо, скажем так, других предметов, которые там не заменяют обувь там, да. Вот. Ну, к сожалению, есть заведения, особенно бани-сауна, куда там прямо пишут строго там «в сланцах в обувь заходить нельзя». И, соответственно, туда люди заходят, все вместе заходят как раз-таки босиком. И это как раз увеличивает контакт и возможность заражения. Самое первое – это грибковые кожные заболевания. И осенью как раз-таки летом-то никому не хочется особенно грибами заниматься. Летом-то хочется, соответственно, отдыхать, загорать. Конечно. Вот. А осенью, к сожалению, когда уже мы начинаем больше уже носить уже обувь, и проявление грибковой флоры, она становится более активной, потому что закрытой в обуви и создаются условия для развития размножения активного грибковой флоры. И вследствие как раз-таки появляется… Почему обращается? Когда, в первую очередь, появляется неприятный запах. Вот. И в связи с этим как раз пациент отмечает то, что неприятный запах появился. Раньше этого не было. А его уже не смущает того, что там на подошвах особенно, если говорить про ноги, отмечается мелкопластинчатое муковидное шелушение. Такое вот. Не придает значения, но, к сожалению, это один из проявлений грибковой инфекции. Поэтому вот это в закрытой обуви, конечно, это активно размножает, вследствие чего и внуждает пациента уже идти к врачам. – Сейчас уже много создано фильмов ужасов, когда грибы, в общем, вообще захватывают землю, убивают все человечество. Вот насколько смеяться над этим есть? Действительно, очень опасные заболевания среди грибковых. – Ну, среди грибковых заболеваний, конечно, есть различные боли, тяжелые состояния. Смеяться, конечно, не стоит, ну, там, конечно, немножко, может быть, в каких-то местах это кинематографы дают, скажем, волю фантазии. – Усиливают, конечно, да. – Но говорит о том, что не стоит давать значения. Ну, нет. Грибковые заболевания на сегодняшний день, они с каждым годом, конечно, о них становится больше. Это, конечно, в первую очередь зависит от нас же самих. И, во-первых, многие не лечатся, не обращаются. И заражают, соответственно, остальных других, которые еще здоровы. Вот. Но с грибами нужно, конечно, заниматься. Но я, как сказал перед этим, то, что нужно терпение, нужно как раз-таки дисциплинированность лечения. Потому что бывает то, что вот, особенно если говорить про ногтевые пластинки, там, скажем, лечение более длительное, чем, например, если это касается кожи, да. Там есть определенный план мероприятий, которые нужно там не только пить таблетки и там какие-то растворы наносить, да. Там есть определенные манипуляции, механические чистки ногтевых пластинок, которые как раз-таки улучшают проникновение наружных средств глубинную ногтевые пластинки, таким образом уничтожая грибок в нижних слоях. Вот. Ну, смеяться не нужно. Раньше при посещении бассейна, ну, требовались масса всяких справок от врачей, и непременно медицинский работник осматривала у всех посещающих ноги. И перед входом в бассейн еще, по-моему, что-то дезинфицирующий раствор какой-то наливался. Сейчас бани, крытые бассейны, различные спа-комплексы никаких справок не требуют, и проверок никаких нет. Но зима, воды-то все равно хочется, люди поедут, пойдут. А как, есть какие-то меры, как себя защитить от заражения? Да, к сожалению, это большая проблема, когда многие коммерческие структуры, особенно, скажем, преследуя свои цели, отнажиться, как раз больше привлечь людей, скажем, не требуют никакие справки. Раньше, да, конечно, любое посещение бассейна, либо бани какие-нибудь общественные или что-то, требовалось как раз справки, в первую очередь, от дерматовенеролога на отсутствие заразных кожных заболеваний. Слава богу, на сегодняшний день остались такие заведения, бассейны, которые там, не буду называть, но у нас они все-таки, слава богу, есть, есть, где требуют по сей день справки от дерматовенеролога. И у нас очень много как раз таких пациентов приходят за этими справками. Но сопоставить количество людей, которые посещают эти заведения, которые обращают за справками, конечно, это в разы намного меньше. Да, мы при посещении таких пациентов, мы обязательно проводим осмотр. Если какие-то есть подозрения, мы обязательно берем анализ на грибковой инфекции, если мы получаем отрицательный результат, то есть подтверждения нет, только после этого мы даем справку. Если, не дай бог, получаем подтверждение, тут есть грибковое заболевание, мы такие пациенты сначала пролечиваем, берем контрольные анализы, если там все отрицательные, после этого мы его допускаем в общественную баню. Ну, что вы такие ответственные? Ну, как вы сказали, да, есть что делать. Да, вот мы взяли и пошли, что делать? Конечно, есть после того посещения общественных, как раз-таки, бассейнов, сауны или бань, рекомендуется, конечно, обработать, дезинфекцию провести. На сегодняшний день есть препараты, конечно, которые очень хорошо себе зарекомендовали. Ну, называть торговые названия, конечно, мы не будем, но они есть. Поэтому при посещении по той или иной вопросу врача-дерматовенеролога вы можете поинтересоваться, конечно, вам это... И потом подстраховаться все-таки после посещения. Да, конечно, ведь как раз-таки вам все... у нас тайн нет никаких, поэтому мы, конечно, мы только за профилактику, чтобы не было заболевания, чем потом лечить его, да. И вы можете поинтересоваться у врача, врач вам назовет эти средства, как им пользоваться. Соответственно, после как раз посещения нужно, конечно, стопы обработать, руки лишний раз не помешать, да, которые были контакты как раз непосредственно с полами, либо там, где вы там трогали дверные ручки или что-то. Ну, и, конечно же, рекомендуется периодически обрабатывать обувь, которая носится, как раз-таки дезинфекцию проводить, чтобы не было как раз-таки грибковой инфекции там. Да, потому что получить быстро такое заболевание, а вот лечить, как вы сказали... Да, ну и, конечно, профилактика, это, конечно, не носить чужую обувь, даже одного раза порой бывает достаточно, чтобы там в гостях тапочки чьи-то надел, там, да, которые, да, либо, например, обувь чью-то надел случайно или что-то, там, наверное, раз-таки ничего не будет, но, к сожалению, иногда бывает одного раза достаточно заразиться. Так что в гости лучше ходить со своими тапочками. Ну, либо без тапочек можно хотя бы... Да, верно. Мы сейчас на минутку покинем эту студию и посмотрим, что произошло в здравоохранении региона и России за ту неделю, что мы с вами не виделись, а после этого продолжим разговор о кожных заболеваниях. Более 25 тысяч жителей Самарской области уже прошли вакцинацию от гриппа. Около полумиллиона доз вакцины распределены во все прививочные пункты региона. Специалисты подчеркивают, что делать прививки необходимо именно сейчас, так как рост заболеваемости вирусами приходится на конец октября и ноябрь. В Самарскую городскую больницу номер 6 поступило два аппарата для холтеровского мониторирования сердечного ритма. За первые полугодия на них провели 300 обследований. Эти приборы круглосуточно отслеживают работу сердца, что помогает выявлять нарушения проводимости. В сам ГМУ открылся учебный центр основ военной подготовки и безопасности жизнедеятельности. Он займется решением задачи подготовки и адаптации студентов к чрезвычайным ситуациям мирного и военного времени. Планируется создание базы учебного центра в Самарском военном госпитале. В России зарегистрировано лекарство от мигрени собственной разработки. Препарат будут применять для неотложного лечения головной боли при приступах мигрени, когда эффективность других анальгетиков существенно снижается. Производить лекарства будут в Москве, что позволит обеспечить бесперебойные поставки и его доступность российским пациентам. Минздрав России сообщает о завершении разработки семи инновационных медицинских изделий в области сердечно-сосудистой хирургии. Они не просто заместят импортные аналоги, а во многом превзойдут их по ряду параметров. Продолжаются и работы по регенеративным клеточным технологиям. В перспективе – выпуск препаратов для лечения мужского бесплодия, травм спинного мозга, восстановления обширных кожных дефектов. Мы снова в студии. У нас в гостях Рауф Ихтияров, врач-дерматовенеролог Самарского областного кожно-венерологического диспансера. Мы говорим сегодня о здоровье кожи. И вот еще одна очень важная тема, которую мы с вами непременно должны обсудить – это, конечно же, угревая сыпь и акне. Вот это вообще одно и то же? Раньше данное заболевание называли угревой сыпи. На сегодняшний день по международной классификации болезни данное заболевание называется акне. То есть это, скажем так, синоним, можно сказать, одного заболевания, два названия. Если вам написали угревая болезнь или акне, это одно и то же. И как раз-таки зависит от степени тяжести. Вот вы говорите болезнь – заболевание. Но, может быть, я ошибаюсь, это же практически проходят все подростки в определенный возрастной период. И часто говорят, ну, это возрастное, как в простонародье, гормоны играют, говорят мама, папа. Тут соглашусь то, что да, там период гормонального созревания, гормональной перестройки многих там подростков той или иной степени появляется угревая сыпь, скажем так. Но нельзя, скажем, списывать это только на это. К сожалению, большинство случаев данные заболевания после так называемой, как перестали играть гормону, да, она не прекращается, то есть идет дальше. И в случае есть более тяжелое состояние, когда, к сожалению, мальчишки или девчонки стыдятся. На сегодняшний день психологическое состояние, вот, скажем, тяжесть вот этого состояния недооценивается, чем, например, физически. К сожалению, большинство, как раз-таки, кто страдает угревой болезнью, они очень психологически подвержены. То есть это стрессы, различные доходят до того, что у некоторых возникают, судясь, дальние какие-нибудь мысли из-за того, что вот подростки, да, подростки, что мы хотим, мы хотим, да, и, к сожалению, бывает там боятся своей внешности. Но хочу сказать то, что данное заболевание излечимо, есть на сегодняшний день. В арсенале у дерматвенеролога все способы от системной терапии, точнее, от наружной терапии до системных препаратов, которые можно применять. И самое большое заблуждение, то, что когда возникает того, что высыпание заболевания появляется, самое большое заблуждение то, что само пройдет. К сожалению, если оно есть, то, соответственно, лучше нужно обратиться к специалисту. И специалисты – это не косметолог, который бытует среди там, да, у нас населения. Это не косметологическое какое-то заболевание, это как раз-таки кожное, что ни на есть, заболевание дерматологическое. Поэтому здесь нужно обращаться к специалисту-дерматовенерологу. К сожалению, некоторые походы недобросовестным, скажем так, косметологам порой, наоборот, ухудшают состояние, то есть боль утяжеляется. А когда уже попадает к нам, к специалистам-дерматовенерологам, там, если можно было бы обойти малой крови, приходится более длительную терапию, более тяжелый препарат использовать, скажем так, системного характера. Но заболевание излечимо. Поэтому списывать все на гормоны нельзя, но, скажем так, у всех по-разному. Да, есть у кого-то там единичные там приявления в виде, например, как у нас называют там, да, черной точки, да, это так называемый комедон, открытый или закрытый, который может легкая, это самая легкая степень, как раз-таки гугоревая болезнь, это только начало так называемой акне. Если это запустить, и дальше, конечно, будет болезнь прогрессировать, утяжеляться. Если на этом этапе уже заняться лечением, правильные умывающие средства использовать, правильные уходовые средства использовать, не косметик, а именно лечебные, которые как раз-таки улучшают, это нормализует функции сальных желез, вследствие чего как раз-таки мы, скажем так, влечиваем те же самые комедональную форму. Если это все запускать, конечно, это дальше следующее, это в следующей стадии, конечно, когда уже появляются вот такие ужасные узлы, которые, к сожалению, иногда приходится нам прибегать помощи хирургов, которые нам помогают как раз скрывать эти образования. К сожалению, они не только могут быть на спине или где-то, на груди там, да, они бывают и на лице. На лице очень. И которые скрываются, они могут оставить после себя рубцы, которые при скрытии. И сами как раз-таки тяжелую форму акне, они оставляют пост-акне, так называемую, рубцово-атрофию кожи. И вследствие того, что дальше что мы получаем? В усыпании все разрешилось, уже есть пост-акне, рубцы, и дальше занимаемся этой проблемой. Поэтому, чтобы не доводить, конечно, лучше на начальных этапах заболевания даже не надо говорить, что у него у отца было, там у кого-то пройдет, но лучше, конечно, обратить специалисты, уже сразу начать лечение, чтобы получить, не доводить от тех состояний, которые могут оставить уже последствия в виде рубцов. То есть в любом случае, независимо ни от чего, если у подростка это появилось, то лечением заниматься необходимо. Необходимо. И дермат-венеролог обратится, да. Ну вот, кстати говоря, и косметологи, и что еще хуже иногда это делают подростки сами, просто начинают выдавливать эти прыщики. И к чему это, в общем, может привести? Ну, конечно, ничего хорошего от этого нет. Это первое, чем может привести, это, соответственно, утяжеление состояния. То есть, если это пустулезная форма, когда происходит, так скажем, выдавливание содержимого, особенно подростки любят давить там, да, вот, к сожалению, это дальше идет обсеменение, и больше идет это гной, по сути дела, да, и, соответственно, там есть бактерии, которые дальше обсеменяют, и, соответственно, ухудшается, утяжеляет состояние. Косметологи, скажем так, они, большей частью всего, это какие-то больше убирают закрытые комедоны. Ну да, есть, конечно, которые и занимаются вот такими, скажем так, как и подростки, давить пустулезную форму, но чего ни в коем случае нельзя делать. Вот. Ну и косметологи, действительно, если грамотные подходят к этому, они как раз занимаются больше, по большей части это те закрытые комедоны, которые скрывают, и чтобы поры выходило как раз содержимое жизнедеятельность сальных желез. Вот. Ну, конечно, я всегда говорю пациентам, так, начинаем лечение, руки по швам, потому чтобы как раз-таки не было никакого желания. Я объясняю то, что, понимаете, это что может быть, какие последствия, кроме всех, которые перечислили. Последствия, которые образование рубцов. Потому что если ты вскрываешь, соответственно, то есть не даешь, не лечишь, и не происходит рассасывание этих образований, ты их выдавливаешь. Во-первых, травматизирует травма, и вследствие чего там возникает как раз-таки в глубине как раз поражения и рубцовая ткань. Поскольку остается уже чуть больше минуты до окончания, мы, наверное, не будем с вами брать какую-то другую тему, а закончим уже вот на теме акне. Должны ли люди, которые с этим столкнулись, соблюдать какую-то особую диету? Ну, диета, конечно, в данном случае тоже имеет значение. Конечно, вот исключать из рациона различные газировки, различного характера фастфудов и всякие, вот, как я их называю, вредную пищу. Вот. И, конечно, это очень большое значение имеет питание в данном случае. Если вы будете соблюдать определенные рекомендации врача по питанию и рекомендации по лечению, вы 100% добьете как раз-таки результатов. И как раз осень-то пора, когда все школьники вернулись, особенно это выпускные классы, которым нужно к выпускному, чтобы была кожа чистая. Она была чистая, здоровая, красивая, у мамы-папы тоже. Итак, друзья, самый большой, самый тяжелый наш орган, кожа, также нуждается в защите, хотя и защищает нас. Поэтому берегите его, а мы с доктором с вами прощаемся. Увидимся ровно через неделю. До свидания. Благодарю вас. Спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»